На сцену приглашается ректор Московской консерватории, профессор Александр Сергеевич Соколов. АПЛОДИСМЕНТЫ Истинного аристократа духа, человека, который для Московской консерватории сделал неимоверно много, более 50 лет он преподавал в Московской консерватории, руководил кафедрой оперно-симфонического дирижирования, а попутно разворачивал всего широчайшая деятельность музыканта, осветителя, композитора, иониста. Вот в этой программе, которую мы приготовили к концерту, конечно, малая доля того, что можно было бы о нем еще сказать, поскольку ведущие оркестры мира, наш Большой Театр, наш Большой Симфонический Оркестр, Всесоверное Телевидение, это все те зоны распространения творческого влияния на коллег, на публику и, конечно, на учеников. И я не буду перечислять все те заслуженные награды, вспомню только последние. Совсем недавно он получил орден заслуги перед Отечеством из рук президента первой степени, то есть высшие награды государства. И фактически этим была подчеркнута та заслуга, которую нельзя, конечно, никакими регалиями очертить, но тем не менее, это очень приятно, что мы успели это сделать. И вот сегодня я хотел просто несколько слов сказать о том наследии, которое оставил Геннадий Николаевич, прежде всего здесь, в этих стенах, на этой сцене. Остались многочисленные его записи, причем записи не только аудио, но и видеозаписи. Многие были на тех концертах, которые начинали со вступительного слова Геннадия Николаевича Рождественского, к его обращению к публике. И как много он внес в сознание, в понимание глубин творчества именно этими своими замечательными словами. Из этого потом возникли его книги, это еще одна грань наследия. Удивительные книги, совершенно уникальные книги, которые также вышли при его жизни. Это, конечно, его воспитанники, это школа Геннадия Рождественского. И вот сегодня на этой сцене, а также и на сцене зала филармонической Мечейковского, будут в честь своего учителя выступать его ученики. Ну и Созидатель Рождественский, это оркестр, который сегодня на сцене. Это концертный оркестр, симфонический оркестр Московской консерватории, который был создан, задуман и выведен на орбиту Геннадия Николаевича. Так же, впрочем, как и нынешняя капелла Валерия Полянского, потому что в основе лежал симфонический оркестр Министерства культуры, как он тогда назывался. А дальше добавилась хоровая капелла и возник уникальный коллектив, также руководимый учеником Геннадия Николаевича. Мне очень радостно, что и консерватория успела сделать важные шаги, просто радуясь тому, что мы были современниками Рождественского. Шаги эти заключаются в том, что теперь, поднимаясь к малому залу, вы увидите еще один новый ряд мраморных досок, где первая фамилия, золотыми буквами, это фамилия Геннадий Рождественский. И это было решение, принятое ученым советом в год юбилея консерватории 150-летней, когда тайным голосованием выбиралась, эта традиция сейчас уже продолжена, первая пятерка тех профессоров, здравствующих профессоров, которыми гордится консерватория. И вот первым по голосованию был Геннадий Николаевич. И самое плохое ценное. Мы на протяжении трех последних лет, трех лет, записывали все уроки Рождественского в его классе с трех камер. Одна камера смотрела на него, вторая на его ученика, который дирижировал перед ним, и третья на всегда переполненную аудиторию его класса. Вот это бесценное богатство, которое будет сейчас обработано, и, естественно, станет доступным для всех любителей музыки, а не только профессионалов. Поскольку то, что говорит Рождественский, это совершенно нищий кладезь знаний, тонкого понимания культуры и умения донести это до любого своего собеседника. Вот сегодня, перед тем, как начать этот концерт, я прошу обратить ваше внимание на этот экран. Мы тоже приготовили для вас встречу с Геннадием Николаевичем. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...